Множество гостей из разных уголков страны и мира приехали в Иваново на 10-й международный фестиваль театров кукол «Муравейник». Хорошо известный за пределами страны Ивановский фестиваль будет проходить в течение пяти дней. За это время зрители увидят 17 лучших постановок. В традициях «Муравейника» обсуждение спектаклей на экспертном совете с привлечением известных театральных критиков. Однако на этот раз обсуждение сведено к минимуму, ведь в Иваново приехали профессиональные коллективы со спектаклями, которые уже снискали себе славу. Замечательный фестиваль, держится он уже 20 лет, 10-й юбилейный и сильный фестиваль, очень нужный городу. Как город относится, не будем про это говорить, а есть команда, которая этот фестиваль делает, делает его хорошо, умело. И в этом году, поскольку праздник, поскольку такая дата серьезная, 10-й фестиваль, в основном собраны спектакли известные, заслуженные. По традиции «Муравейник» открыли хозяева фестиваля – артисты Ивановского областного театра кукол. Гостям они показали примеру веселой сказки с чудесами и превращениями «Маленькая колдунья». Это забавная история о ведьме, которая еще только учится колдовским премудростям. Несмотря на страшный запрет старших ведьм, она отправляется на шабаш в Альпургиевую ночь, но юную колдунью отправляют домой. Позорно! Через год, накануне в Альпургиевую ночи, мы устроим тебе экзамен! Но это будет трудный экзамен! И если ты его выдержишь, тогда посмотрим! Спасибо! Я вам очень благодарна! Обещаю через год стать хорошей ведьмой! В этом спектакле задействовано рекордное для нашего театра число кукол – самая густонаселенная постановка, как отзываются они и артисты. Здесь играют и опытные актеры, и молодежь, которой есть чему поучиться. Впервые на Ивановской сцене зрители увидят куклы-маппеты. С маппетами мы никогда не работали. Эта система называется маппет. Куклы, когда рука у актеров внутри куклы, очень высоко надо держать над шермой и при этом еще работать кистью. Это очень неудобная кукла на самом деле. В первый раз в моей жизни такое случилось, потому что все время хочется что-то экспериментировать. Юбилейный фестиваль «Муравейник» должен быть особенным, посчитали организаторы. А потому центральной темой этого события стала «Золотая нить» – священная для кукольников понятия. Это же здорово, золотая нить разума, которая ведет к голове куклы, во-первых. А во-вторых, это те спектакли, которые имеют золотые награды, золотые маски, золотые дипломы и так далее. Я думаю, что на 10-й мы собрали очень хорошую команду фестивальных спектаклей, и хорошо, если фестиваль получится. Всех гостей церемонии открытия фестиваля «Муравейник» в прямом и не в переносном смысле соединила золотая нить. Со сцены в зал были запущены золотистые клубки, нити которых связали всех присутствующих с атмосферой добра и дружбы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.